Приветствую вас. Давайте мы с вами пройдемся сейчас по вот этим вот рекомендациям, которые вы просите для работы с оленью. Для работы, так скажем, с нежеланием что-либо делать. Значит, смотрите, какая штука. У Лени есть довольно много определений. У Лени есть довольно много причин для появления. У Лени есть довольно много особенностей. И, пожалуй, вот первое, с чего бы мне хотелось бы начать, это то, что лень, если она есть, если она вот появилась у вас, то это означает в первую очередь проблему мотивации. То есть тут дело даже не в том, что вам нужна мотивация или не нужна вам мотивация. Тут дело даже не в том, как бы, какая у вас мотивация вообще. Понимаете? Дело тут даже не в этом. А дело немножечко в другом. Дело в том, что когда вы начинаете что-либо делать, ну, вообще, просто вот что-либо делать, когда вы начинаете, вы чем-то руководствуете, чем-то руководствуете. И вопрос заключается в том, чем именно. Вот чем конкретно, да, чем конкретно вы руководствуете при выборе, значит, ну, своих каких-то дел, своих каких-то там моментов, своих каких-то, значит, ну, вещей, своих целей и задач. Вот. А, значит, к чему прислушиваетесь, на что опираетесь и так далее. Важный этот момент? Важный этот момент. И вот проблема мотивации связана именно с тем, проблема лени связана с тем, что вы привыкли прислушиваться не к своим мотивам. Ну, не к тем мотивам, которые ваши. Знаете, в чем дело? А, тем мотивам, которые, ну, вообще-то говоря, могут быть и не вашими совсем. Понимаете, какая штука? Вот. Тем мотивам, которые могут быть, могут к вашим собственным побуждениям, ну, иметь, вообще, самое, самое отдаленное, отдаленное, вообще, значит, как бы, отношение. Понимаете? Понимаете? Какая вещь? И вот с этим моментом и нужно разбираться. Понимаете? С этим моментом и нужно работать. Ну, как бы, ну, как бы, взаимодействовать. То есть, в какой момент, например, например, в какой момент вы, допустим, перестали себе прислушиваться? Да, вот. В какой момент вы, допустим, руководствоваться именно своими, там, проблемами, своими желаниями, своими ценностями? Вот. Кто заставил вас, значит, так делать? Вот. Кто заставил вас так поступать? Ну, например. И, соответственно, необходимо разобрать, почему установки, которые, вот, ну, которые, которые вам дает другой человек, другой человек. Для вас? Восьми. Вот. Понимаете? Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Второй момент. Второй момент касается больше, на мой взгляд, когнитивной стороны вопроса. Вот. И связан он с тем, значит, что вы не очень понимаете цели. То есть, для чего, для чего вам нужно делать то, что вы делаете. То есть, лень – это что такое? Чувство. Это чувство. Чувство – это что такое? Да? Значит. Чувство – это сигнал. Сигнал о том, да, сигнал о том, что нужно что-то менять. Ну, вам. Вам нужно в своем поведении что-либо менять. Понимаете? Какая штука. Вот. И соответственно, соответственно, нужно подумать, а что именно вам нужно поменять. То есть, что вы, ну, что вы делаете не так-то? Вот. Как вы ошибаетесь. Понимаете? Вот. Далее. Вам, наконец, последнее, может быть выгодно. Просто выгодно, например, находиться в этом состоянии. Ну, вот. Состояние лень. То есть, чем-то вам это состояние удобно. Чем-то вам это состояние комфортно. Понимаете? Знаете? Для чего-то вам оно нужно. Вот. И попробуйте подумать тоже сами, для чего вам это состояние нужно. просто, просто подумайте, что оно вам дает. Возможно, через лень вы бунтуете против, ну, например, принуждение, да, вот, родителей. Вот. Родители вас заставляли, допустим, там, постоянно, там, делать то, что вы, там, не хотели, не хотели делать. Вот. Родители, там, постоянно заставляли вас делать то, что вам было неприятно. Вот. И у вас теперь отложилось подсознание, да, что, так, значит, делать нужно. Но борьба, борьба против этого внутренней, внутренняя борьба, внутренняя борьба, она, что, она сохранилась, она осталась, эта внутренняя борьба. Вот. И подсознательно вы, как бы, пытаетесь бороться с этим. Подсознательно вы пытаетесь справиться с этим. Вот. Подсознательно вы пытаетесь противопоставить что-то. так бывает, знаете, когда, вот, значит, ну, когда, вот, например, родители, допустим, говорят своему ребенку, да, что, вот, ты, там, должен делать, вот, что-то, то-то, 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 да. Вот. Значит, он это делает. Насколько это не его, значит, ну, не его мотив, то подсознание вырабатывает противодействие. И, надо сказать, довольно сильное противодействие. Ну, вот. Поэтому я рекомендую вам, значит, действовать следующим образом. Во-первых, во-первых, значит, во-первых, подумайте так. Что я делаю? Что я делаю? Для чего я это делаю? Чего я хочу? Зачем мне это нужно? Вот, то, что я делаю. Что мною движет? Что я хочу получить в итоге? Как я буду чувствовать себя, когда я это сделаю? Как я буду ощущать себя, когда я добьюсь того, что мне нужно? так вы сможете проверить для себя, ваше ли это желание или нет. и так вот сможете корректировать свою деятельность. Ну, так вот можете корректировать вообще себя и то, что вот, значит, ну, то, что вам хочется, то, что вам именно вам подходит, понимаете, не кому-то другому, да, не дяде Пете там, например, а не дяде Васе там, например, а именно вам. Что бы вы делали то, что вам нужно? Конечно, 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 существует и такое заболевание, оно называется прокрастинация. И человек при этом заболевании, он как бы, ну, постоянно откладывает то, что ему нужно делать, да, вот то, что для него необходимо, да, человек постоянно откладывает на потом. Как бы. И проблема прокрастинации, она, ну, довольно сильная, довольно периодная проблема прокрастинации, как вот таковой. И если у вас действительно прокрастинация имеется, если вы действительно, ну, я не знаю, откладываете все как бы на потом, да, там, если вы действительно, там, вот, не можете ничего выполнять. То проблема прокрастинации решается через, опять же, определенные упражнения, упражнения, например, с вниманием, вот, упражнения с мотивацией, да, то есть, ну, есть там, есть специальные темники для работы с мотивацией. Например, вот, соберите как можно больше смыслов, значит, того, что вы делаете. Ну, да, допустим, вот самый такой банальный пример. Или отличите, допустим, смысл, да, от мотива. То есть, мотив – это почему я это делаю, почему я это делаю. А смысл для чего я это делаю. Знаете, да, то есть, как бы, разница, вот, именно в подходе. Вот, и вот как можно большее количество смыслов, как можно большее количество мотивов тому, что вы делаете, нужно придумать. Вот. И чем большее будет у вас количество мотивов и смыслов, то есть, зачем и почему я это делаю, да, чем больше у вас будет этого, тем выше будут у вас, соответственно, ну, шансы, выше у вас будут шансы на то, что вы сможете сделать необходимое действие, вы сможете, значит, ну, выполнить то, что от вас требуется, то, чем вынуждаетесь. Вот. Например. Ну, например. Вот. И так далее. То есть, понятно, понятно, что… Сразу вот так вот просто, да, у вас, значит, ситуация не изменится. То есть, понятно, что нужно будет работать, вот. Но нужно будет разбираться с тем, откуда у вас это, значит, ну, произошло, откуда у вас это взялось. Как давно вы испытываете чувство лени, почему вы его испытываете вообще, ну, то есть, вот, как оно у вас образовывалось, это чувство лени, вот. Вот. И так далее. То есть, со всеми этими вещами, конечно, нужно разбираться. Так вот, просто вот, рекомендации какие-то вам вряд ли помогут. То есть, это все глубинные установки, которые формировались, скорее всего, еще в детстве. Вот. Ну, или в подростковом возрасте. Вот. И вы их просто сейчас не осознаете. Вот. То есть, вы подавляете в себе чувства. Часто бывает так, что человек, например, ну, подавляя в себе какие-то чувства, да, подавляя в себе какие-то желания, значит, потом, потом, раз, и все. Он, этот человек, значит, просто-напросто более яростно, более неподконтрольно, более бесконтрольно проявляет эти самые желания в себе. Понимаете? То есть, человек подавляет, 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 потом раз, и все. И он их выплескивает. Вот у нас, может быть, именно такая ситуация тоже происходит. Это вас заставляли делать что-то, вот. Вас заставляли делать что-то для чего-то, вот. Вот. Но не объясняли зачем. Понимаете, да? Какая вещь. Вот. Не объясняли зачем. Вот это вот непонимание, да, но у вас копилось, 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 и вот, значит, нет, теперь вот вылилось в виде такой вот, значит, формы поведения. Плохо это, плохо это или хорошо? Это реальность. Это не плохо и не хорошо. Это реальность и это нормально. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.